всем привет меня зовут евгений киселев вы смотрите мой youtube канал и вы видите что ко мне в гости опять пришел сергей гайдай известный украинский политтехнолог политолог популярный блогеры гражданский активист здравствуйте сергей николаевич евгений ксич рад вас приветствовать и слушатели и зрители вашего канала тоже спасибо большое что пришли и хотелось бы вас поподробнее расспросить все таки что происходит сейчас во внутренней жизни украины потому что если посмотреть что пишут украинские телеграм-каналы что пишут как говорится украинские паблики они полны каких-то слухов сплетен называют фамилии высокопоставленных военачальников которые якобы вот-вот могут быть уволены против которых чуть ли не уголовные дела собираются заводить при этом идут разговоры о том что выборов не будет ни за что ссылаются на недавние слова по этому поводу который произнес президент зеленский кто-то утверждает что нет наоборот выборы будут и к ним уже чуть ли не тайно готовятся непонятно и о каких выборах идет речь президентских или парламентских много всего происходит и это происходит еще на фоне участившихся публикаций знаете ли вот такого свойства что все эти разговоры все эти споры все эти трактовки диаметрально противоположные того что сказал зеленский что имел ввиду залужной когда публиковал свою знаменитую теперь уже статью и интервью журналу экономист и так далее и тому подобное что это чуть ли не дискуссия которая искусственно вбрасывается извне что ведут ее чуть ли не люди которые являются вольными или невольными агентами влияния державы агрессора россии вот давайте сначала конспирологию потом а вот все таки расскажите какова на ваш взгляд реальная ситуация сейчас ну я бы так разделил учитывая что я вам не раз говорил что украина это две цивилизации две принципиально разных два принципиальных разных святогляд о господи мировоззрение мировоззрение две разных парадигмы жизни то в этих двух разных мирах и цивилизациях происходят разные процессы процесс который происходит в украинском социуме а я бы так сказал что наверное все таки большинство людей которые сегодня живут в украине и смело можно назвать гражданским сообществом потому что если ты остался в стране если ты тут находишься живешь работаешь и воюешь что ты гражданское сообщество остальные уже за два года так или иначе нашли способы каким-то образом страну покинуть не в осуждение я не считаю что каждый человек рожденный в украине или гражданин украины обязан условно говоря здесь быть прикованы цепями но если остался здесь то ты невольно являешься человеком который разделяет судьбу этой страны соответственно так или иначе сейчас война требует гражданской позиции гражданского мужества определенного здесь жить работать и находиться соответственно в этом социуме происходит процесс который я называю отрезвление осознание понимание того что мы перешли и кстати уже давно перешли практически чуть ли не с начала лета некое другое состояние в этой войне и осознание и освоение этой информации мы сейчас на таком моменте дальше социум должен определяться что делать что делать как жить дальше как себя вести в отношении власти в отношении войны в отношении очень многих процессов которые стране процесс самый главный и статьи которые вы назвали это прежде всего статья саймона шустера и статья или колонка заложного в таймсе и в экономисте были такими знаете российской в тайме да в журнале тайм были вехами вехами вот рубиконом я бы сказал да вот дальше уже просто очевидно что жить в тех иллюзиях которые невольно были зарождены предыдущим периодом войны нельзя иначе это может привести к катастрофе идти тем путем нельзя которым шли и в котором мы находились в другой цивилизации которые называют чиновничий класс наша власть наша так называемая политическая элита происходит тоже самое осознание хотя видно что если в гражданском сообществе приходят пониманию то во власти ищут выходы что делать что делать чтобы спасти себя прежде всего если гражданское общество думает что делать чтобы спасти страну то там идут процессы под названием давай давайте давайте предпримем что-то чтобы спасти себя и выглядит это как обычно у нашего чиновничьего очень порой глупо порой аморально но тем не менее вот эти два мира живут такими параллельными жизнями и это если описать ситуацию коротко и в общем а дальше конечно есть много всяческих деталей которые так или иначе дополняют эту вот картину я бы не сказал что картина плохая потому что отрезвление понимания реальности и потеря иллюзий это всегда начало какого-то пути который может оказаться куда более эффективнее и более результативнее чем то что было до этого так подождите вы мне все таки скажите когда вы говорите о том что власть умничный класс политическая элита ищут спасение для себя вы имеете ввиду кого бюрократов которые сидят я сейчас не использую слово бюрократ в таком сугубо отрицательном смысле слова я имею ввиду людей которые находятся на государственной службе системе министерства ведомств вы имеете ввиду министров правительства вы имеете ввиду депутатов верховной рады украинского парламента или вы имеете ввиду первых лиц государства всех кого вы назвали это единый монолитный наш правящий класс или чиновничий класс всех их и я имею ввиду вы очень точно их обрисовали именно о них я и говорю вот я зеленский тоже ну а куда он же главный чиновник страны главный менеджер странные человек который на данный момент обладает самой большой полнотой власти которая только можно себе представить в украине более того частично это власть и событиями 19 двадцатых годов узурпировано в какой-то части потому что в украине традиционно система противовесовых сдержек довоенная выглядела как есть скажем так исполнительная власть и законодательная власть и исполнительная власть она была всегда поделена на две независимых части одну исполнительную власть контролировал и определял парламент который чаще всего был не под контролем президенту хотя все президенты украины может быть не включая ющенко старались через парламент через свои политические силы этот контроль скажем иметь и кучма и янукович и порошенко и зеленский но зеленскому это удалось в большей степени таким образом он сумел действительно еще до войны в своих руках скажем так сосредоточить такое количество власти которые не у его предшественников никогда не получалось и не было а военное положение ситуацию усугубило теперь он как бы получил моральное право быть человеком который эту власть как бы имеет по праву и население это первый год войны одобряла потому что прекрасно понимала что главная функция которую должен выполнить президент это функция безопасности функция управления войсками победа в войне подкрепленная функция дипломатии она справедлива вот на верховную раду и на правительство ну как бы первый год не особо обращали внимание теперь ситуация изменилась теперь понятно что без эффективно работающего механизма в которой присутствуют сдержки и противовесы нам скажем так идти к победе в этой войне очень затруднительно и скорее всего это необходимо сегодня и все больше и больше экспертов специалистов и представителей гражданского общества это начинает понимать и осознавать ну только на банковое это осознание не приходит они пытаются сохранить статус-кво и их пока все устраивает они пытаются обществу доказать что ничего менять не надо вот так и так все хорошо хорошо а в обществе на ваш взгляд какие настроения них судить трудно потому что опросов общественного мнения не проводится а то что пишут люди в своих телеграм-каналах или в фейсбуке это не всегда отражает состояние общественного мнения вы же знаете но я бы так сказал социологии условно полновесные не проводятся действует гласный или негласный запрет на социологию потому что ну очевидно там могут быть неприятные факты но так или иначе она прорывается и одно из таких вот первых серьезных прорыва произошел в начале этой осени когда у двух крупных социологической компании у которых существует доверие в обществе если не ошибаюсь разумков и демо инициативы разумков имеется ввиду исследовательская группа имени разумкова так вот тех кто я простите ребарочку сделаю на полях нашего разговора просто многие зрители которые не живут в украине не разбираются украинской политики не знают что был дмитрий разумков который после победы президента зеленского на выборах девятнадцатого года сначала на президентских а потом на парламентских стал спикером верховной рады а потом попал в опалу в немилости был с этой должности смещен и где он сейчас я честно говоря не знаю его как-то не слышно и не видно но у него был отец известный политико-политолог давно ушедшей жизни и вот есть центр имени александра разумкова о котором сейчас собственно идет речь извините уважаемые украинские зрители за длинную ремарку но просто среди опроса было показано о том что одной из существенных проблем нынешней ситуации в украине является коррупция это и логично потому что украинское общество потрясли несколько серьезных коррупционных скандалов я уже не говорю о бесконечных мелких коррупционных скандалов которые связаны сейчас с гражданским активизмом то недавнего времени не знаю как сейчас что изменится 6 изменения но украинские граждане выходили в одиночные пикеты и на протесты к местным советам к местным городским администрациям с требованием прекратить тратить деньги из местных бюджетов на благоустройство и на совершенно неадекватные траты которые страна по иммунению во время войны себе позволить не могла я вам уже где-то напоминал о том что например меня там например поразило о том что где-то в полтаве или полтавской области не помню сейчас точно чиновники местные решили потратить миллиард гривен на обрезку сухих веток над дорогами в то же время когда это реально ну чтобы понимали когда президент говорит что выборы провести не можем потому что но нет денег а я помню бюджет всей выборной кампании довоенной это два с половиной миллиарда вот так вот два раза ветки не обрежьте в двух областях и у вас уже бюджет выборов точно есть я уже не говорю про дроны про снаряды про патроны про все то что необходимо на фронте про бронетехнику прав автомобили которые украинцы собирают из своих кошельков донатят так называемая да вот вполне могло быть бюджете место брусчатки фонтанов и прочих странных трат или вот по киеву последнее время значит обновление позолоты на софиевском соборе которое вполне могло потерпеть до военного периода нам войну с менее позолоченными куполами вполне можно было выиграть там 90 миллионов например гривен это космические суммы на самом деле которые вполне могли бы уйти в ракеты в минометы в мины всего того что наше военно-политическое или политически военно-военное руководство ну словно говоря не доработало тем не менее эти траты оказались скажем так возмутительными и активисты общественные регулярно выходили на протесты с плакатами мне я не хочу гулять по парку стояла девочка да я хочу живого папу который сейчас на фронте чтобы ему ушел какой-нибудь бронежилет патроны или условно говоря дрон вот и таких то такое движение в украине будет до последнее время было очень активным сейчас налог из которого пополнялись бюджеты центральное правительство из местных бюджетов забрало но я не думаю что проблема решена потому что и спрятала его в большой бюджет то есть теперь его не особо видно и не особо можно контролировать но сказать что эти деньги теперь эффективно благодаря центральному правительству попадут на фронт нет так вот возвращаясь к социологии видя все это безусловно украинцы называли что это важнейшая проблема во время войны коррупция это называется коррупция когда деньги из бюджета воруются не на то что необходимо сегодня стране а так чтобы их могли осваивать превращая в личные откаты чиновники всех уровней на вопрос кто ответственный кто лично отвечает за коррупцию 80 процентов украинцев назвали президента зеленского и это на банка вызвало истерию куча экспертов появилась которые стали объяснять что украинцы совсем не то имели ввиду что это вопрос был задан некорректно я думаю что полетели какие-то определенные месседжи с банковой социологом но были есть и другие данные например да рейтинги президентов не показывают но рейтинги доверия там например заложная опережает зеленского хотя казалось бы зеленский по своему статусу выше он у нас верховный главнокомандующий а заложная он просто главнокомандующий это звоночки плюс например вот на такую ответ на такой вопрос который всегда очень симптоматичный а в том ли направлении движется страна я хорошо помню что чаще всего украинцы во все предыдущие годы отвечали не в том направлении движется страна в том выражала и это всегда было выражение недовольство ситуации но были периоды когда баланс менялся и большинство украинцев говорила что в том направлении движется страна это периоды когда мы первые несколько месяцев после избрания президента я помню что такой баланс качнулся когда был избран петр порошенко в четырнадцатом году но это было просто мы выбрали президента мы за него проголосовали значит над вижу и мы большинством за него голосовали значит мы движемся правильном направлении самый большой показатель был что страна движется правильном направлении был когда избрали зеленского но это неудивительно когда за вас голосует семьдесят пять если не ошибаюсь процентов до то потом они говорят да 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 мы сделали правильный выбор страна движется правильном направлении сейчас этот показатель в отрицательном Большинство украинцев считают, что страна движется не в правильном направлении, и это косвенный показатель того, что рейтинги власти медленно, но уверенно падают. И у населения и у украинцев возникает огромное количество вопросов, ответы на которые власть пока не дает, а это невольно всегда приводит к падению рейтингов. Сергей Николаевич, ну вот что я вас хотел спросить. Может быть, правы те, кто говорят, не нужно сейчас обсуждать вот все эти темы, это раскалывает общество? Отложите эти претензии к власти, к тем или иным ее ветвям до окончания войны? Сергей Николаевич, говорят еще и по-другому, я вам добавлю, что все, кто сегодня критикует власть, все, кто говорит о коррупции, все, кто говорит о необходимости что-то менять в отношении власти, увольнять проворвавшихся чиновников, жестко их наказывать, выходить на выборы, избирать другой Верховный Совет, потому что этот больше не работает. И уж давно не работает. Выбирать другого премьера, который бы запустил то, сделал то, чего до этого премьер не делал. Это все нарративы Москвы. Это люди, работающие на врага. Так вот я вам сообщаю, что у меня все наоборот. Я считаю, что люди, которые говорят, что выборы украинцам не нужны, что все реформы после войны, что не надо критиковать власть, что альтернативы нынешней власти нету, что, условно говоря, ссор из избы не выносить. Это все московские нарративы. Это все пророссийские нарративы. Это все нарративы сакрализации власти. Украинцы всегда отличались тем, что мы так никогда не считали. Мы считали, что наша власть это нанятый менеджмент, избранный нами для того, чтобы они эффективно выполняли свою работу. Более того, кризисы, а война, безусловно, является самым большим кризисом для страны, это еще более серьезная ситуация, в которой предъявлять требования к власти повышенные. Потому что одно дело, когда у вас воруют деньги в мирное время. Вы говорите, ну хорошо, мы дождемся выборов, и там этого чиновника заменим. Так произошло с Порошенко. То, что он сразу же перестал выполнять свои обещания, и то, что спустя довольно быстрый срок было понятно, что он не борется с коррупцией, а наоборот завел во власть своих друзей. И хотя он любил, был одним из тех, кто рассказывал о формуле Ликванье, помните, с чего надо начинать борьбу с коррупцией? Посади трех друзей из своего окружения, потому что там коррупция живет, и тогда коррупционеры пониже поймут, что ты по-настоящему будешь бить коррупционеров и отрубать им руки. Вот он этого не сделал и возглавил коррупцию, но никто не требовал, ну кроме Саакашвили, наверное. Саакашвили требовал где-то с года 17-го, активно зайдя в конфликт с действующей властью, Саакашвили требовал импичмента и выводил людей на протест. Но остальное население упорно ждало выборов и на выборах показало свое отношение. Она уволила Порошенко именно за это, сделав его персоной токсичной. И, кстати, требовало потом, чтобы нынешняя власть, Зеленский, разобрался и привел к ответственности Порошенко и его соратников, куда относили и пана Медведчука. Да, многие, кто голосовал против Порошенко, считали, что они подельники, что они, скажем так, придавали национальные интересы совместно, договорившись. И этому было много подтверждений, в том числе и журналистских расследований, и слитых переговоров, слитых телефонных записей и так далее. Вот. Но это когда у вас относительный мир. Хотя все считают, что война в Украине началась справедливо с 2014 года. Но тогда не было ощущения, что неэффективные действия чиновника могут привести к гибели, к выживанию. А вот когда российские оккупационные войска вторглись в Украину в 2022 году, в феврале, то ощущение того, что нам нужна принципиально другая эффективная власть, которая бы действовала в разы более эффективно, оно было. И первый год было ощущение, что вроде как все ничего. И власть на месте, и международная поддержка возникла, и армия действует эффективно. У нас были победы на фронте, и войсковые успехи, конечно, подкрепленные и основанные на, скажем так, на героизме населения и наших военных, и наших войск. Но когда побед нету, когда есть тотальное воровство и колоссальные неэффективные действия, когда видно, что люди как воевали, так и воюют, а чиновники воевать перестали. А может и совсем не воевали. Они занимаются самообогащением, воруют деньги, шикарно живут, справляют свадьбы за несколько миллионов долларов, с тортом до небес. Здесь, безусловно, у населения возникает куча вопросов. Как так возможно? И, безусловно, возникает желание, что что-то надо делать. И в чем отличие, например, почему я говорю, что это пророссийские нарративы? Мне очень понравилось, как некоторые эксперты сообщили, почему в Белоруссии и почему в России гражданского общества нету, а в Украине оно есть. Почему? Ну, потому что то гражданское общество, которое могло возникнуть в России, потерпело поражение. Не один раз. Не одни массовые акции протеста. Я уж не помню там, скорее всего, вы знаете, это лучше меня по хронологии. Я уже, я где-то с 10-го года за российской политикой внутренней, ну, свяжу слабо. Вот, больше занимаюсь, мне больше интересует украинская политика. Протесты на Болотной, Навальной, разные действия оппозиции. Они были... Они были разгромлены. Нет ни одной победы у гражданского общества России. Также тотально было разгромлено гражданское общество в Белоруссии. Мы помним. Лукашенко. И мне кажется, секрет этого разгрома заключался в следующем. В силу обстоятельств ни в Москве, ни в Минске гражданское общество не решилось на силовой протест. Потому что, когда власть готова вас убивать, и в первом, и во втором случае, и в Минске, у вас не остается ничего, как реализовать свое, смотрите, естественное право гражданина на восстание. Потому что, когда по вам стреляют, когда вас бьют, крутят, ломают и убивают, травят новичком, вы имеете на это естественное право. Это ваше, ну, скажем так, право на самозащиту, на сохранение собственной жизни. Так вот, ни в Москве, ни в Минске нет. А в силу обстоятельств украинское гражданское общество имеет такой кейс своих побед. Мы побеждали и на больших, и на малых до этого момента Майданах. Майдан 2004 года завершился, скажем так, сломом того, что и Путин, и Янукович, а Путин активно вторгался в нашу политику, не сумели фальсифицировать выборы. И гражданское общество потребовало провести выборы без фальсификации. И эта победа произошла. Верховный суд вынужден был принять такое решение. Тогда, в 2004 году, общество зафиксировало, что протест и давление общества на власть приводят иногда к победе. В 2014 году мы заставили Януковича покинуть свой пост, сбежать. Да, это далось большой ценой, жертвами, развязанной войной против нас со стороны режима Путина, но общество засчитало себе победу. Я не говорю другие победы, например, которые, возможно, не так были заметны. У нас был податковый Майдан, на русском это налоговый Майдан. Азаров, автор налогового кодекса, который возник, уже не помню в каком году, там точная дата забыл, и предприниматели вышли на протест на Майдан. Так вот, Азаров с Януковичем спускались на Майдан, разговаривали с предпринимателями, создали комиссию, и определенные правки были внесены в налоговый кодекс, который как-то, каким-то образом учитывали. Это тоже маленькая победа. Был мовный Майдан, когда люди выражали недовольство законом, принятым, я уже не помню, как закон назывался, где сторонники, скажем так, защиты и развития украинского языка посчитали, что там ущемлены права украиноязычного населения. Были маленькие восстания. Многие в Украине знают, что такое Врадьевка. Вы помните, да? Когда беспредел и криминальное поведение отдела милиции в городке Николаевской области Врадьевка привело к тому, что население пошло на штурм, разгромило этих, скажем так, так называемых милиционеров. По-моему, они попали под следствие, были арестованы, а еще оттуда, это почему, по-моему, во время Януковича было, если не ошибаюсь. Это было за несколько месяцев до Майдана, и многие восприняли это как такое предверье. Более того, было понятие Врадьевского хода, то есть жители Врадьевки пошли на Киев, никто не останавливал, их боялись, и это было проявление. То есть у нас гражданское общество выучило, что мы можем воздействовать на власть. И более того, для власти у нас, скажем так, есть некий страх Майдана, потому что он может произойти, протесты могут вылиться, и власть вынуждена это учитывать. То есть есть давление гражданского общества, и оно понимает, что без этого чиновники, скажем, матереют, чиновники плевать хотели, бессовестно начинают заниматься грабежом, предательством национальных интересов, и у нас эти, вот скажем так, во власти, когда исчезает система сдержек и противовесов, то таким независимым органом власти становится по конституции сам народ, гражданское общество, которое выражает порою самыми радикальными способами свое неприятие ситуации и желание того, чтобы их интересы начали учитывать. Если, пожалуйста, я вас перебью, все-таки давайте из, скажем так, исторических экскурсов вернемся в сегодняшний день и в те споры, о которых я говорил в самом начале, и в том числе те обвинения, которые звучат в адрес критиков действующих. Евгений Алексеевич, я хотел бы сказать, смотрите, во всем этом никаких московских нарративов нет. Это, скорее всего, антимосковские нарративы. И, к сожалению, сторонний наблюдатель, даже желающий Украине добра, этого понять не может. Причем понятно, что человек с российским менталитетом, привыкший к российской истории, совсем не может этого понять. Большое понимание происходит в западном обществе, потому что западное общество, например, американское, ну, примерно понимает, что такое право на восстание, потому что у них это право записано в Конституции. Секундочку. Вот смотрите, я просто не называю фамилию автора этих строк, просто процитирую один абзац такого вот алармистского комментария, который звучит следующим образом. Западным союзникам намекают, если украинцы не верят в победу и считают свою власть коррумпированной и неэффективной, значит, помогать Украине в войне бессмысленно. Мне кажется, что здесь вот это пример того, как ставится знак равенства между вещами, которые на самом деле не равны друг другу. Мне кажется, что если украинцы, скажем, часть украинского общества считают действующую власть неэффективной, пораженной коррупцией, это вовсе не означает, что они не верят в победу. Вот что мне кажется. Вера в победу, вера в победу, что называется неверие в власть, это две разные вещи в условиях Украины. Более того, я скажу парадоксальную вещь, которую очень трудно понять человеку с российским опытом. Ну, это не обвинение, это просто опытом. И с белорусским опытом. Это не слабость украинского общества. Это наша сила. Я вам по-другому нарисую совершенно недавнюю историю, но только не экскурс. Это вот на понимание того, что вы задали. Первый год войны была война между людьми, между тем самым гражданским обществом Украины и между кадровой армией России. И эта война была нашим гражданским обществом выиграна. Если вот так говорить очень вообще, украинцы выиграли у россиян эту войну. Почему? Потому что украинцы начали стрелять без приказа, без приказа с банковой, без приказа из штабов. Украинцы мобилизовались. Украинцы были сильно мотивированы, потому что они защищали свой дом, свою землю, свои свободы, к которым они и попривыкли в Украине. У нас тут их побольше, чем у россиян. И украинцы хорошо понимали, чем им грозит российская оккупация. А россияне, которые на тот момент представляли кадровую армию и в том числе еще и, как там называется, Росгвардия, да, которая зашла тут наводить порядок, не были готовы к войне. Не были. Воевать не хотели. Не имели, в отличие от украинцев, боевого опыта. Они шли на парад. Они шли в страну, где им сказали, вас в основном мирные будут встречать мирно и с благодарностью, а украинские военные будут сдаваться и вообще проситься вашу армию. Как это было там в Крыму, например, да, в какой-то степени. И вот эта неготовность воевать, и невзирая на это, огромное количество боевой техники, которая была у россиян, довольно качественной, такой, которой у украинцев не было. Ситуацию не решили. Это, кстати, повторение по Марку Солонину, мы знаем, да, общего нашего друга, 41-го года. У немцев не было такого количества танков и авиации, и количества снарядов, которые было у Красной Армии. У Красной Армии всего этого было в разы больше, чем у всех армий Европы, включая Германию. Но боеспособного солдата в Красной Армии не было. А немецкий солдат вермахта был высокомотивирован и профессионален. И поэтому первый год Советский Союз войну проиграл, с треском проиграл. И вынужден был на ровном месте создавать новую армию. Это ровно повторилось. Потому что на втором году война изменилась. Это больше не война людей. Это война государств. Потому что эта война превратилась в войну на истощение. Стабильный фронт. Путину пришлось вместе с московским режимом создавать армию заново. Это армия мобилизованных. Теперь у российских солдат есть мотивация. И она такая же, как была у солдат Красной Армии после конца 42-го года. Выжить. Выжить. Потому что назад расстреливают, вперед. Попадешь в плен, так же умрешь. Поэтому есть только один выход. Ну, победить в этой войне, победить врага. Она возникла. Да, больше нет техники. Больше нет кадровой армии. И у украинских солдат есть такая же проблема. Без снабжения, без работы государства, государственного аппарата нет. Я помню, что до войны, после 17-го года, говорили такую формулу. Почему нам не выиграть и не стоит воевать с Россией? Потому что Петр Алексеевич Порошенко не построил армию нового типа. Ну, такую, например, как армия Израиля. Это армия нового типа. Да, там есть доктрина. Там есть новейшие вооружения. Там есть высочайшая боеспособность. Он построил маленькую модель советской армии. Такая же, точно, советская армия и у России. Советского типа. По советским калькам. Солдат расходный материал. Выполнять приказ. Назад расстрел. Ты предатель. Вперед. И без вопросов. Расходный материал всегда бабы нарожают. И вот, смотрите, была такая формула, что, к сожалению, маленькой советской армии победить большую советскую армию невозможно. А вот маленькой боеспособной израильской армии можно победить. Ну, потому что там один солдат стоит десятерых солдат советской армии по своей боеспособности. Ну, и вооружение принципиально другого класса, которое сберегает жизни солдат. Танки Меркова спасают экипаж. Прежде всего, они так сконструированы. Дроны и ракеты высокой дальности не подпускают врага к вашим позициям. Поэтому у вас минимальные потери. А у врага, а враг несет колоссальные потери. Вот такой армии построено не было. Так вот, я эту формулу по-другому сегодня сформулирую. Государство, неэффективно работающее, с колоссальной коррупцией, где чиновников много, где они заботятся исключительно о своем благополучии, а не о работающей экономике, о безопасности граждан, о безопасности солдат. Победить такое же государство, у которого в 10 раз больше ресурсов, речь идет про Украину и Россию, невозможно. И сегодня гражданское общество, которое на первом этапе войны спасло эту страну, удивило весь мир и вызвало желание помогать нашему обществу, тебе должно решить задачу, что делать с нашим государством, которое крайне неэффективно воюет. И что с высокой вероятностью победы с таким государством не будет, если гражданское общество не предпримет какие-то меры для того, чтобы изменить ситуацию. Но гражданское общество верит в возможность победы в этой войне? Давайте я вам так скажу. Я плохо отношусь и всегда плохо относился в жизни к слову «верить». Потому что это нерациональное отношение. Это как в Бога. Ты веришь, но доказательств нету, и все зависит только от тебя. Если ты готов верить в Бога, тебе так жить легче, то верь, пожалуйста. Но вера никогда не имеет своих координаторов, скажем, прагматических. Вот надо знать, понимать, желать и действовать. Вот смотрите, украинское гражданское общество не верит в победу. Оно ее делает, оно ее желает, и по-другому оно жить не будет. Оно точно не сдастся российскому оккупанту, как не сдалось в первый год. И оно сделает все, чтобы победить. Русским здесь ничего не светит. Российским войскам здесь ничего не светит. Даже в случае, если их постигнет, во что, скажем так, чего я не вижу. Не вижу оснований, чтобы российская армия здесь победила. Но если представить, что она начнет побеждать, оно снова встретит ад. Ад, помните, мы описывали, что российская армия встретила ад в Чечне и сумела ситуацию переломить только двумя способами. Либо тотальным уничтожением чеченского народа, включая, кстати, и российское население, которое там было. Или подкупом одного из кланов, клана Кадырова. Так вот, помните, Чечня это, по-моему, меньше одной украинской области. То есть получили... Да, за исключением, по-моему, Ивана Франковской. Так вот. Или Тернопольской, я боюсь ошибиться. Если вас слышат россияния, они должны понимать, что Украину им не оккупировать и не удержать. Это будет такая партизанская война. То есть это будет та война, которая в первый год уничтожила их кадровую армию. Вместе со всей их техникой. Поэтому здесь шансов нет. Как раз наше гражданское общество, которое привыкло менять нашу власть, которое привыкло строго спрашивать чиновников, которое пока еще не доросло построить принципиально другое государство, к сожалению, власть не в их руках, его россиянам не победить. Вот точно никак не победить. И этого не понимал. И не понимает Путин. И многие российские эксперты этого не понимают. К сожалению, во многом то, что есть принципиальные отличия между нашей властью и гражданским обществом, не понимают где-нибудь и в Вашингтоне. И я вот все думаю тем, как же сделать так, чтобы Вашингтон понял, что ему надо помогать не нашей власти. Разговор с нашей властью, я считаю, должен быть очень жестким, ультимативным. Ну, например, создать специальный комитет, который поставляет сюда именно оружие, а не сплавляя деньги, которые потом разными схемами уворовываются из бюджета. Поэтому ультимативный жесткий разговор и поручение победить Путина должно быть дано нашему государству. А вот главным инструментом воздействия и главным переговорщиком должно быть гражданское общество. Это очень сложная задача. И как ее выполнить, такой задачи ни разу в мире не встречалось. Чтобы официальное государство, ну, какое-либо общалось не только с официальным государством, а еще и с гражданским обществом. Потому что там удобнее так. Вот есть официальные лица и гражданское общество вместе с ними. Значит, мы им помогаем. А здесь ситуация разнится. Здесь государство воевать не хочет, делает это неэффективно и в основном осваивает деньги. А вот гражданское общество только этим и занято. Более того, сложность заключается в том, что армия так же разделена, как и наша страна. В армии есть представители гражданского общества. И это наиболее боеспособные бойцы нашей армии. Но в армии есть и чиновничество, военкомы, командиры воруют, занимаются коррупцией, скажем так, занимаются собственным благополучием, вместо того, чтобы отдавать свою жизнь, скажем так, и посвящать себя победам на фронте. Ну, хорошо. А вот главнокомандующий залужный, генерал залужный, он же вроде бы человек популярный и в армии, и в стране. Кстати, извините, что я договорюсь с вашего позволения, чтобы сразу вас вывести на одну тему. Перед тем, как начать этот разговор, мы перебрасывались какими-то мыслями, репликами, и вы так вскользь сказали, что есть три вещи, которых в выступлении вот этого, выступлении залужного, в его статье, в его интервью, вам не хватило. Вот что это было? Ну, смотрите, максимально честный разговор, и, по-моему, мы созрели к этому разговору и в Украине, он заключается в следующем. Один из путей спасения Украины от российско-фашистских захватчиков выглядит в том, чтобы армия начала воевать так, чтобы побеждать врага. Но для начала надо определиться, что для нас есть победа. Ну, первое, я не буду отрицать, одна из побед уже случилась. Я вам об этом сказал. В первый год. Это, знаете, вот мы любим с вами исторические параллели, но это финская историческая параллель. Вы помните, да, как Финляндия сохранила собственную независимость. Сталин вообще не видел и не собирался, чтобы существовало такое независимое государство в Финляндии. Он собирался, чтобы СССР поглотила эту бывшую территорию Российской империи. И поэтому он считал, что если он навалится всей своей военной мощью на Финляндию, она там не выстоит, и он ее завоюет. Финны показали, финское гражданское общество и финны показали свою способность к сопротивлению. Вот. И так просто иззывать не удалось. Но в итоге Финляндия сохранила свою независимость, во-первых, благодаря обстоятельствам, а во-вторых, героизму, нет, в первую очередь, благодаря героизму финского народа, финского руководства, в том числе, которое было, соответствовало и управляло, ну, понятно, маршал, по-моему, Маннергейм, да? Да. Управлял этим сопротивлением в качестве и министра обороны, и потом и президентом его избрали, и так далее. И тому, что силы, кстати, на донатах, общество донатило и собирало деньги на линию Маннергейма. Линия Маннергейма помогла этому, да? Вот. Но сохранили. Плата была высокая. Во-первых, это жизни. А, ну и обстоятельства помогли. Начавшаяся Вторая мировая война, необходимость концентрировать свои усилия по борьбе с Германией и так далее, помогли финнам сохранить свою независимость. Выиграла ли войну Финляндия? В стратегическом плане, безусловно. Финляндия сейчас существует. Финляндия независимая страна с высочайшим уровнем жизни и демократии. Плюс недавно она еще стала страной НАТО. Потому что до этого она была нейтральной страной. Это было следствием вот этой, скажем, исторической ситуации. Украинцы сегодня, как и финны, благодаря своему эгоизму, сломали планы Путина, который думал, что за пару дней он сломит, и украинская государственность перестанет существовать. Он посадит там свой режим, и тема закроется. Больше Украины, вот этого недоразумения, как он говорит, украинского государства не будет. Оно есть. Столица в Украине. Независимости есть. Мы субъектны. Нас мир воспринимает как субъект. Мы сумели разбить российскую армию, и мы сегодня довольно эффективно сдерживаем его на том фронте, который образовался в ходе первого года войны. Что это как не финская победа? Это финская победа. Дальше надо сделать выводы. Как нам действовать дальше? А дальше есть два способа победы. Первый – это нарастить нашу боеспособность и выйти на границы 1991 года и создать такие условия, чтобы… Ну, мы точно не сможем иметь победу там 45-го года. Украинские войска не войдут в Москву вместе с союзниками, не оккупируют страну, не посадят нас в камью подсудимых Путина и его подельников, и не подпишут акт безоговорочной капитуляции с Россией. Все же понимают, что такая победа физически невозможна. Но выйти на границы 1991 года, зафиксировать точное военное поражение Путина, которое может привести к свержению режима и каким-то реальным преобразованием России, такой план может быть. Можем ли мы сделать сегодня такую победу? С таким государством, с таким президентом… Ой, извините, скажу не свою фразу, но я и в ней верю. С таким президентом, как в Киеве, и таким президентом, как в Вашингтоне, нет. Президент в Вашингтоне не дает нам бесконечного количества вооружения, которое могло бы переломить ход войны, а президент в Киеве не принимает радикальных реформ по всем необходимым радикальным мерам, которые надо принять внутри страны. Ну вот не принимает. Соответственно, мы такой победы пока достичь не можем. Одна победа у нас есть, а второй победы нет. И если мы будем дальше двигаться, мы будем терять самый ценный ресурс, который у нас есть. Это жизни наших солдат и жизни наших граждан. Поэтому сейчас надо принимать какое-то решение, которое бы, условно говоря, зафиксировало нашу первую победу, но и самое главное, не расплачиваться за нее, скажем, жизнью наших солдат. Это труднейшее решение. Потому что на Банковой была иллюзия, которая неиспространена весь народ, что вот еще один год, и мы так же, как освободили Харьковскую область, Херсоны отбили войска от Украины, двинемся и дальше дойдем до Крыма. Нет, сейчас очевидно нет. Возвращаясь к статье залужного, вы задали мне вопрос, на который стоило бы ответить. Чего мне там не хватило? И смотрите, надо ситуацию воспринимать в виде двух статей. Вот в первой статье, которую написал Саймон Шустер в «Тайме», в журнале «Тайме», и ведь это не статья Зеленского. Он показал, что Зеленский верит в победу, хочет победы, а его окружение говорит, что победы не будет, что в стране коррупция, что у нас нет ресурсов для этого, просто боятся сказать президенту. А вторая статья залужного, где он сказал и зафиксировал, что технических военных средств для победы у нас пока нет. И пока их не будет, ни о какой победе нельзя говорить. И ситуацию назвал, что война в тупике. Зашла в глухую. Вот один раз, я не уверен в том, что говорил ли он это, там английское слово «стеллмейт» используется, которое, в общем, не совсем тупик. Так, тем не менее. Вот говорим, что война перешла... Вот в этой ситуации люди вот так их роли распределили. Президент в иллюзиях, им не понимание ситуации, и не хочет знать правду, а залужный знает правду и о ней говорит. Нам не хватает средств. Говорит залужный. И таким образом это их разделило. И многие это восприняли, что залужный лучше понимает ситуацию. Он честно говорит правду. Он, ну как бы, вот как бы признает свои ошибки, чего не делает президент. То есть он как бы говорит о том, что не было сделано. В том числе ответственность и на него падает. Он не говорит, что я виноват. Но это из его колонки выходит, что вот он сказал, ребята, вот мы сегодня в такой ситуации. И ответственность, и так как он это сказал от первого лица, то как бы и взял ответственность на себя. Но там нету очень важного элемента. Вот смотрите, если есть человек, который может сегодня спасти страну, и мы понимаем, тот человек, который знает правду, непосредственно руководит армией, потому что именно от действий армии зависит спасение, и никакой другой победы, кроме как на поле боя, на данный момент мы не видим. На поле боя эта победа должна быть. То заложенный, мне кажется, пока не дошел или не продемонстрировал следующее понимание, что просто быть подчиненным верховного главнокомандующего, который в иллюзиях находится и не произвел ни одного действия для того, чтобы победа была обеспечена, мы так не получим никакой, извините, победы. Для этого надо обладать политическим мышлением, самому заложному. А политическое мышление это еще три вещи, которых надо было написать в статье. Первое и главное. Он должен был сказать, что для победы не хватает не просто какой-то техники и вооружений. Для победы, прежде всего, не хватает действий чиновничьего класса и действий верховного главнокомандующего. Он не сказал, какие изменения в самом государстве должны произойти для победы. То есть выйти в политическую плоскость. Сокращение чиновничьего класса, тотальное. Причем, ну вы должны понимать, почему должно быть сокращение. В стране сократилось население в два раза, а чиновничий класс не сокращен. Более того, в недавно принятом бюджете эти чиновники, все и депутаты, которых по-другому никак не воспринимают, кроме как элемента этого чиновничьего класса, увеличили себе зарплаты и содержание, ну по-моему, в полтора раза. Цифры можно посмотреть. Вот об этом должен был написать заложный. Оставьте, пожалуйста, только те министерства, которые эффективно должны работать на фронт и на победу. И более того, начните жить по принципу все для фронта и для победы, и тогда мы как армия получим необходимые для нас ресурсы. Хорошо, это первое. Второе. Кстати, если министерство обороны за полтора года не обеспечило нас, то упраздните все это министерство, создайте компактную службу тыла, куда войдут и мои военные, и волонтеры, которые в обход ваших чиновничьих схем более-менее справляются и понимают все потребности армии и занимаются этим на приватной основе. Ну, например, вот такое предложение необходимо было сделать. И это бы сразу эту статью возвело в ранг повыше. Тогда бы действительно мы говорили о спасении страны. Более того, заложенный может себе сегодня позволить, потому что вы правы. Высокое доверие к нему существует. И он действительно был бы на банковой услышан. Второе, чего он не сделал. Ну, вот я сказал, что он этой статьей как бы признает свои ошибки. Но армия это маленькая модель государства. Он должен был сказать, что, к сожалению, за полтора года мы имеем на самом деле не одну армию, а две армии. И боеспособность армии держится на тех подразделениях, которые стали жить по другим принципам еще начиная с 2014 года. В основном это или подразделения с 2014 года созданные на добровольческой основе, ну, тот же Азов, та же третья штурмовая, либо созданные в начале вторжения. Были такие подразделения, которых создали сами военные на базе добровольцев. Так вот, смотрите, там коррумпированных командиров нету, там налажено хорошее снабжение, в том числе благодаря волонтерам и собственным донатам, то есть собственный сбором денег в обход в госбюджет. Там качество командира определяется по сбережению, по эффективным действиям и сбережению солдат. Там солдаты, как и в израильской армии, зачастую говорят вновь прибывшему командиру дают добро или не добро спустя какой-то испытательный срок. Знаете, да, что в израильской армии есть такой механизм, что если подчиненные не воспринимают командира, к нему нет доверия, его ротируют, его заменяют на другого. И в этих подразделениях также есть. А вот остальные подразделения, к сожалению, там командиры еще советской школы. И он должен был написать, что вот теперь я занимаюсь армией. Я делаю все, чтобы здесь возникла позитивная ротация. Понимаете термин позитивная ротация? Как только командир действует неэффективно, как только у него высокий уровень потерь, никаких черту наград, никаких повышений, понижения в должности и отправка на передовую. Пусть доказывают кровью, что он действительно достойный быть командиром этого подразделения. Смотрите, для этого Солужному Зеленский не нужен. Это его парафия. Новая кадровая политика может серьезно повысить боеспособность нашей армии. Более того, командиры должны давать сообщения, что им необходимо, чтобы сберечь жизни солдат. Сколько мин, всего я буду лично формировать запросы в службе тыла, которые будут уходить либо нашим союзникам, либо вновь обновленному Министерству обороны или какой-то службе тыла, потому что, очевидно, если Министерство имеет тысячи чиновников, не справляется, и там есть коррупционные скандалы, его стоит упразднить и заменить маленькой компактной командой. Вот этого не хватило, это важно. И третье. Более того, он пишет о рекрутинге. Так вот, смотрите, новые подразделения лучше справляются с рекрутингом, чем сети военкома. Упразднение военкома к черту и каждому подразделению дать возможность рекрутировать своих солдат. И еще конкурировать в этом, чтобы украинцы, призванные на службу, хотели в конкретное подразделение, потому что видели, что в этом подразделении их будут по-настоящему готовить, что в этом подразделении не надо будет вынимать собственные деньги на вооружение, потому что у них нормально все со службой тыла, что в этом подразделении их не пошлют на минные поля ради медальки, чтобы отчитаться, что атаку произвели, зато потеряли личный состав. Вот, этого не хватило в этой статье. Ну и третья вещь, да, вот смотрите, еще раз, изменения в государстве, какие необходимы, и изменения в самой армии, в основном кадровые. И третье, ну, будем честными, советская школа, из которой вышли все наши, заложные, в том числе, не дают достаточного понимания, что такое стратегическое военное искусство и как понимать. А как оно возникает? Вот ровно как оно возникло когда-то в советской армии или в красной армии. ведь поначалу наши генералы и командиры на фронте не имели такого опыта, который имели офицеры вермахта, которые прошли уже к тому времени кампании во Франции, в Польше, с боями, потому что советская армия бои в Польше не вела, ну, особенные, она просто заняла территорию Польши после того, как польская армия была на голову разбита немцами. Ну, какие-то стычки были, более того, брали Брестскую крепость, Красная армия, с польским гарнизоном, но уже дух и, скажем, к сопротивлению у Польши был сломлен. А у вермахта было все это у офицеров. Так вот, и Жуков, и Рокоссовский и прочие военные стратегии поначалу войну проигрывали. И военные операции были крайне неудачные, опыта не было. Но к 43-му году он возник. И под Сталинградом в конце 42-го года, и в 43-м на Курской дуге немецкие офицеры вынуждены признать, что с той стороны стоит достойный противник в стратегическом плане, который умеет планировать операции так же качественно, как и немецкие генералы. Так вот, смотрите, необходимо сегодня инструмент, который позволял бы нашим военачальникам самого высокого ранга это делать. А этот инструмент только один. Анализ ошибок и анализ успешных и неуспешных операций, которые были до этого. Рядом с заложным должен возникнуть вот такая ставка главнокомандующего, не верховного, но ставка главнокомандующего, которую надо насытить в том числе и международными экспертами, которые способны сообщать, вот, друзья мои, вы провели операцию под изюмом. Вот это вы сделали правильно, а здесь вы не доработали. В следующей операции учтите эти ошибки. То есть такого сегодня в армии анализа не существует. А это, то есть, скажем так, должен возникнуть в армии механизм, более того, это не я придумал, это не я такой военный эксперт, это я внимательно слушаю офицеров среднего звена, которые, в отличие от других офицеров, ну, наших, обладают определенными знаниями, аналитическим, скажем, мышлением и способностью анализировать, что происходит на фронте. Вот они говорят, это чуть ли не первый документ, который я прочел, который даже меня просили передать Резникову, но только не по адресу, к сожалению, где просили такой орган создать, и чтобы наши западные союзники с этим помогли, потому что у них в западных армиях существуют генералы с каким-то реальным боевым опытом и школа, которая позволяет такие вот стратегии разрабатывать. Это Израиль, это Соединенные Штаты Америки, это те страны, которые все-таки какой-то боевой опыт до этого имели. В Афганистане, в Ираке, в Израиле и так далее, и так далее. Ну и просто, даже если вы в любом виде деятельности будете анализировать и рефлексировать свою деятельность, анализировать ошибки, у вас невольно будет повышаться качество управления армии. Вот этих трех пунктов я в статье, в основном эти пункты были, какого вооружения нам не хватает. А без этих трех пунктов этот список неполный и непобедный. Я бы добавил еще один список, еще один пункт в этот список очень от многих экспертов, не только украинских, но и западных. Я слышу перестройка экономики на военные рельсы. Ну, это к первому пункту. Это то, что должна сделать уряд, правительство, то, что должна сделать политическая элита. Все для фронта и для победы. Я об этом сказал. Это то же самое. И я бы хотел завершить тем, что не раз говорил тот же Марк Солонин, которого я внимательно слушаю и который довольно адекватно оценивает то, что происходит на фронте. Скажу вам честно, сегодня не только на войне между Россией и Украиной, еще и на израильскую войну пытается анализировать. Он в основном благодаря экспертом, с которыми он там общается. Так вот, воюют не танки, воюют танкисты, воюют не самолеты, воюют летчики, воюют не пушки, воюют артиллеристы. И этого мне не хватило у заложного. А воюют не героизмом, а воюют войсковым умением и правильно распределенными ресурсами. И воюют стратегиями и доктринами, а не приказами вперед на штурм. Ну что ж, спасибо большое за ваш рассказ, за ваши комментарии. Сергей Николаевич, надеюсь, не последний раз мы с вами общаемся. Сергей Гайдай. И слава Украине, и сделаем все, чтобы победить врага, и в этой войне все-таки прийти к победе. Героям славы. И Сергей Николаевич, я просто хочу напомнить всем, кто нас смотрел, что Сергей Гайдай это известный украинский политолог, политтехнолог, блогер популярный и гражданский активист, который много занимается помощью вооруженным силам Украины. А я нашел новое определение Евгению Алексеевичу. Он относится к той категории, я сегодня этот термин с друзьями придумал, который я называю проукраинцы. Украинцы с профессиональной, независимо от проукраинской позицией, ну и значок про во всем мире обозначает высокую надежность. Спасибо большое за эти слова. И всем, кто нас смотрел, я желаю всего самого доброго и до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова